Всем доброго времени суток! Приветствую вас во второй части обзора на трансляцию Севки. Задали зрители такой вопрос. Это уже к тому времени, когда Надя явилась и села напротив него. Стала прятаться от камеры. Тебе, говорит, не противно общаться с Надькой? Севка говорит, нет. Нет, не противно абсолютно. Мне противно от вот таких вот комментариев. И от комментаторов, которые это пишут. Почему, говорит, мне должно быть противно с нею общаться? Надя сидела-сидела молча, потом стала спрашивать. Кто это написал, интересно? Она что, за чатом не следит? Не видела этого сообщения? По большому счету, какая разница, Надя, кто тебе это написал? Ну, что это изменило бы? Ну, вот хорошо, увидела бы ты имя, фамилию или ник человека. Дальше что? Вот она знает зрительниц, которые пишут ей постоянно гадости, в чем-то ее уличают, обличают. Вот это же Таня, это же Юля Немилая, многие другие. Она знает эти ники, знает, что конкретно они пишут и что поменялось. Она никого не послала лесом. Я только и слышу. Юлечка, дякую, туби. Юлечка, Юлечка, Танечка, и туби, дякую. За что? За то, что они поливают ее грязью? И она молчит? Ну, уже, честно говоря, сказала бы хоть что-нибудь. Так, девочки, не обязательно ругаться, не обязательно становиться на их уровень и говорить какие-то им гадости, отвечать. Просто сказать, отвалите, честно. Все, вы там, я здесь, мы по разные с вами стороны. До свидания. Хотите, пишите, не пишите. Все, я больше не реагирую. Ну, вот эта вот Юлечка и Танечка, вот, честно скажу, мне не нравится, когда она так начинает говорить. Далее, опять затронули тему, что не может мать любить всех детей одинаково. И Севка стал говорить, ну, вот даже взять мою сестру. Да, она любит своих детей, обеих дочек любит, но одну любит больше, чем другую. Не стал он говорить, какую именно, ну, так это же и так понятно. Вот как раз-таки ту самую, которая с мужем помирилась. Сколько раз Ира говорила Карине, то на ее день рождения ты такую прическу сделала не очень. И вот постоянно все с Кариной что-то не очень и не очень. Диане же то какой-нибудь подарочек, то какой-нибудь комплимент, то придет в гости, то еще что-нибудь. И вот постоянно с языка у нее Диана не сходит. И, кстати, затронулась раз тема по поводу мужа, с которым помирилась. Это вот написали как раз-таки зрители. Севка говорит, давно не заходила я на канал к Диане и ураку не смотрю обзоры, что-то я перестала на нее делать. Надо как-то к Диане заглянуть все-таки, посмотреть, что же там у них творится в этом отношении. Ну вот, помирились, по крайней мере, это я узнала. Вот у Севки спрашивают, как ты относишься к тому, что Диана помирилась с мужем? Севка говорит, положительно. И далее произносит такую фразу. Значит, ошибался на его счет. Сто баллов. Вот просто сто баллов ответ. Дипломатический ответ. Он одной фразой красиво вышел из ситуации. Он снял несколько видео, несколько трансляций, где обвинил полпомидора в том, что тот Диану использует. То есть, жил с ней ровно до того момента, пока не раскрутился, пока не стал зарабатывать какие-то свои приличные деньги. И кинул Диану за борт. Все, она ему стала не нужна. Ну, а раз они помирились, значит, надо как-то выкручиваться. Вот Севка и нашел способ. Я ошибался, Леша, на твой счет. Не думай обо мне плохо, ведь придется опять-таки нос к носу встречаться, вести какие-то диалоги, как бы то ни было. А все равно, знаете, неприятное отношение, оно сохранится хоть как. Зная Лешу, сто процентов, он это не простит и не забудет. Однозначно. Далее Севки написали, в поддержку, конечно же, ему. Каждый видит других то, чем наполнен сам. Севка говорит, согласен. Вот на сто процентов я с вами согласен. Значит, не будем далеко отходить от темы про Диану и Лешу, если он увидел, что у полпомидора корысть в отношении его племянницы. Что это значит? А это значит, что он сам такой. Что он корыстный, что он использует людей. Правильно я понимаю? Но он же увидел это в нем. Значит, это то, чем наполнен он сам. Конечно же, Севка об этом не подумал и провести такую параллель с собой, естественно, не смог. Вот в отношении комментаторов, которые пишут о нем гадости, это да. Тут он перевернул очень быстро эту фразу на них. Далее. Про маму затронул. Мама, говорит, тоже любит больше одного ребенка из тех, которые у нее есть. Из троих. И это известно кого. Ну, намекает, конечно же, на Эдика. Не дает ему Эдик покоя. Хоть он там опять орал. Да что вы головы морочите? Я Эдику не завидую. И я не ревную маму. И мне плевать на это все дело. Кто там с кем, куда. Да пусть она любит хоть фонарный столб. Ему плевать на это. Нет, не плевать. И это видно, что ему не плевать. Его это цепляет. Цепляет всю жизнь. Да, он с этим борется. Он хочет избавиться от этих чувств. Но у него не получается. Его это чрезвычайно злит. А по факту, вот по крайней мере, как я вижу эту ситуацию со стороны. И насколько я уже знаю бабу Таню, никого она не любит. Эдика в глаза. Эдичка, Эдичка, как у тебя дела? Эдичка, в трансляции он. Уже. Эдька. Я уже не помню, о чем там шла речь. Но я четко запомнила, так как мне резануло слух. Эдька, она сказала. Вот и вся любовь. Севка чуть-чуть надавил на нее. И она уже стала. Да это Эдька, Эдька, Эдька. Уже вся любовь у нее быстро закончилась. Далее написали. Как Севка любит, чтобы его хвалили. Севка говорит, ой, нет, ошибайтесь. Ой, нет, не ошибаемся. Он постоянно себя хвалит. Котиков кормит. Ребята, никто этого не делает. Кому это нужно? Только Севки. Да. Весь мир просто, все котики мира держатся только на одном Севке. Вон, бабушкам операции за свой счет делает. А на кулинарном канале, если его взять в пример, ведь он приветствует только положительные комменты. Он так прямо и говорит. Мне надо, чтобы меня хвалили и писали только хорошее. Льстите? Да ради бога. Согласен и налезть. Но только льстите. Ничего другого, говорит, я не приемлю. Ну и? Опять же таки, это же все видно. Это все считывается. Зачем говорить то, чему подтверждение мы смело не сможем найти? На тот канал кулинарный он не хочет приглашать ни маму, ни Надю. Ну, насчет мамы тут все ясно и понятно. Та вообще ничего не умеет. Чем ей там заниматься? Сидеть, болтать ногами, ковыряться в носу и ждать, когда Севка что-то там приготовит, а она смогла поесть? Она же молча сидеть не сможет. В любом случае, она хоть слово, хоть два глупого, но ставит. Надя хотела попасть с корабля на бал, попала на кухню. Рука жопая троуродица в фарш элементарно не смогла перекрутить. Заставила Надю. Скорее всего, Надя еще и там что-то и готовила. Больше часа она возилась на кухне, потом варан как застучал ложкой, а Надя пришла к Севке. Так вот о Наде, почему я заговорила? Почему он не позовет Надю? Ролики с нею именно в отношении, скажем так, к кулинарии, они пользуются популярностью. Вон, пожалуйста, беляши. Два миллиона просмотров. Ничего себе. Мало что ли? Приглашал же он еще туда и Катю с мужем. Севка сказал, говорит, не хочу я там ни Надю, ни маму приглашать, не хочу там балдежа, глупых разговоров. А то, говорит, я заведусь, начну юморить, а у меня там публика другая. Есть, конечно, говорит, и с этого канала там зрители, которые в курсе вообще, какое я есть на самом деле. Но много подписывается и который не в курсе, что у него есть и был другой канал. А если он не хочет глупых разговоров, ну тогда, может быть, не надо их заводить, ведь он же их инициатор. Скорее всего, я думаю, дело во внешности. Надя его не устраивает, как она выглядит для того канала несмотребельно. Для этого нормально, для того не годится. Предложили Севке вести канал без лица, только показывать руки не захотел. Говорит, нет, не хочу. И понятное дело, его лицо уже известно в определенной степени. Мастер-шеф. Раньше он отказывался, что участвовал в нем. А когда его узнавали на улице, он говорил, нет, вы ошиблись. Сейчас же наоборот. Когда его вот последний раз, они были с Машей в ресторане, его узнали. Говорит, в какой-то вы передаче участвовали? Не можем вспомнить, какое Севка сказал. Мастер-шеф. Видите, как все поменялось. Опять стал говорить о том, что он уходит, он устал, но ему нужны деньги то на то, то на другое, поэтому он еще будет держаться каким-то образом, какое-то время за этот канал. Я не понимаю вот этих разговоров. Те, кто уходит, они уходят молча. Вот есть блогеры, которые закрыли канал, ушли и все. Вот я уже упоминала, канал Домхозу нет. Они вышли попрощаться и сказали, ребята, это наше последнее видео. Мы закрываем канал, мы его продаем. То есть они до последнего снимали. То есть если у них поменял бы какая-то ситуация, и девочки между собой договорились и помирились, то зрители бы никто ничего не узнал. Все бы думали, ну все так и продолжается, как и было, никаких проблем. Но проблема была, они ее решить не смогли. Нашли покупателя на этот канал, вышли, распрощались со зрителями и ушли. А Севка еще будет долго и нудно прощаться, но выходить. Ну выходи тогда. Зачем об этом вести речь? Не понимаю искренне. Далее спросили у Нади. Такой вопрос ей задали. После операции, говорит, Надя, вы стали в большей степени ощущать себя женщиной? Повысилась ли при этом ваша самооценка? Без сомнения. С какой гордостью Надя сообщила Мане, что сбросила 40 килограмм? Какие у нее стали ровные ноги? Конечно, совсем по-другому она стала себя ощущать. Я вот и обратила внимание, только я это связала с тем, что она как-то стала более бесцеремонной и такой, знаете, резкой, что ли, с Севкой, с бабкой. Я подумала, что ей больше от них ничего не нужно, и поэтому она так себя ведет. Ну типа выгонят и до свидания. То есть вы свое дело сделали. Все, больше мне от вас, в принципе, ничего не нужно. Но если что-то обломится, если вы будете меня терпеть и помалкивать, то, пожалуйста. А так, до свидания, сделаю вам ручкой. Скорее всего, действительно, это связано с ее внешним видом. Она почувствовала себя более уверенной. А посмотрите-ка на Севку. Ведь то же самое происходит с человеком. Постоянно в последнее время Севка задирает футболку, и пузо, которого нет, он тыщет всем и всюду. То ходит по пояс голый. Вот вам и самооценка. Но Севку, конечно же, не устраивает полностью вот этот результат, которого он достиг. Он говорит, я буду сбрасывать еще. Накупил гербика, живот висит. Если не втягивать, он говорит, вот посмотрите, что у меня тут происходит. Но можно было в этот раз и не показывать. Я видела, как он висел вот в предыдущих трансляциях. Прям, знаете, прилично таки. Ему пресс надо качать. Он все это спихивает на то, что ему надо похудеть. У него мышцы, видно, что стали дряблые. Над Игорем смеялся, а у самого та же проблема начинается. Только у Игоря возраст. А у Севки-то, он-то моложе, лет на 20 с гаком. 10 килограмм скинул, говорит Севка, и хочу еще 5. Даже начал говорить про абдоминопластику. Ну, я думаю, что он пошутил насчет этого. Делать себе операцию как-то, знаете, глуповато. У него и возраст позволяет, ну и кожа не настолько отвисшая. Он может самостоятельно привести себя в порядок. Но он ленив. Он ленив вот в плане физической нагрузки. Спорт и Севка вообще, знаете, далеки друг от друга. Ну, и в самом конце зрители наступили на больную мозоль ТВшки. Написали про ее гостеприимство. У нас такие люди гостеприимные. Все время орала бабка в своих видео. Как нигде, ни в какой другой стране нет такого гостеприимства. Она какое отношение имеет к этим людям? Чтобы она угостила хоть кого-то чашкой чая? Да скорее снег летом выпадет. Она что, орет ТВшка на Машу, голодная пришла? Не на Машу, про Машу. Лишнего, говорит бабка, у нее для Маши нет. Вот, говорит дочка, мне что привезла? На том и все. Вот если бы Маша вместо веника принесла вкусняшку ТВшки, тогда другое дело. Понятное дело, Маше этот чай даром не нужен. Но она никому не предлагает. Элементарно был момент, когда бабка что-то там себе приготовила и говорит, я поела. Севка говорит, а ты Зину угостила? Нет, не угостила. То есть в наглую человек сидел перед подругой, сжирал. Конечно, Зина не будет просить, а что ты меня не угостишь? Да там, ну давай вместе поедим. А что ты такая единоличница? Конечно, Зина молча сидела, ешьте, ешьте, пожалуйста, баба Таня. Жирите на здоровье, не подавитесь только. Поэтому то, что Машу не пригласили, это, конечно же, не стало исключением. Это просто введенное ТВшкой правило в ее квартире. Ира приедет и тоже мимо пролетает. Ну, такая мать там, конечно, понятное дело, дети брезгуют. У нее есть и пить, потому что она анализы собирает в чашке. А потом, а что такого? Я помыла и все. Вот я, честно, не особо брезгливый человек, но я переношу ситуацию на себя. Я, моя чашка, и я именно потом буду из нее пить. Ну, естественно, вымыв перед чаем. Честно, неприятно даже думать об этом. Я даже после себя не хочу, а тут после чужого человека. Зачем это нужно? Дальше она стала развивать свою мысль. Это нечто. Может, говорит, еще торт надо было Машке купить. Но вообще-то гостеприимные люди и покупают что-нибудь вкусненькое, если сами не могут испечь или не было времени, когда зовут к себе кого-то в гости. Почему-то когда бабка приезжает на игрень, она не в зал идет. Она бежит на кухню, сразу садится за стол, хватает ложку и начинает стучать по столу. Есть хочу. Мне надо уже все кушать, все время. Я специально 2 часа не ела только для того, чтобы приехать к вам и пожрать здесь у вас. Поэтому давайте хоть что-нибудь мне, но уже меня как-нибудь покормите. И она, кстати, на игре не позволяет себе со своим диабетом все. И печеньки, и тортики, и рулетики. Но у нее дома угостить человека она уже не может. Чистая вода эгоистка. Вот и все. И негостеприимная. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал.